Добрый день, коллеги! Вижу первых зрителей. Давайте проверим, насколько меня слышно и видна ли презентация. Оцените, пожалуйста, по прибальной шкале 0 до 5, если у нас все видно и отлично слышно, и 0, если не видно и не слышно совсем. Напоминаю, у нас с вами небольшая задержка в 20-30 секунд, поэтому я не сразу могу видеть ваши комментарии и реагировать на них. Давайте немного подождем. Пока мы ждем еще минутку, расскажите, кто вы, какой предмет преподаете и откуда вы. Вообще, как часто вы используете презентации PowerPoint на своих уроках? Какие именно чаще всего информационные, наглядные, творческие или, возможно, игровые? Вообще, что вас привело сегодня на прямой эфир? Хорошо, что меня видно. Здесь же ваша пятерка. Давайте будем начинать. Ждать долго не будем. Еще раз добрый вечер всем. Добрый день, извините, кто присоединился к нашему вебинару, работав PowerPoint на продвинутом уровне. Сегодня я хочу поделиться с вами фишками и некоторыми секретами программы PowerPoint. Прямой эфир будет длиться примерно минут 40-50. Устраивайтесь поудобнее. И в конце, как всегда, вас будет ждать небольшой подарок и несколько бонусов. Англичане у нас подтягиваются. Почти все знакомые лица. Очень рада всех видеть, коллеги. Ну, для тех, кто меня не знает, давайте познакомимся. Меня зовут Намятова Анжела Николаевна. Кто со мной знаком уже давно, поставьте единичку. А те, кто совсем-совсем недавно присоединился к нашему сообществу, поставьте нолик. Я учитель английского языка. Веду активно группу в социальных сетях для детей и для учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Группу ВКонтакте для учителей, в которой мы сейчас ведем прямой эфир. И также одноименный YouTube-канал. Совсем недавно я организовала школу для учителей, являюсь ее автором. И школа для учителей в этот год у нас уже второй раз открыла нам двои двери. И также в этом году я запустила свой новый курс по созданию интерактивных учебников PowerPoint. Мы уже выпустили два потока. Результаты участников вы можете видеть на своем экране. Вообще, когда у меня появляется какая-то идея, я просто без тормозов, да, мне очень сложно остановиться. И вот после вебинара, как раз в рамках школы для учителя, я зажглась идеей создать интерактивный учебник. Несколько вечеров я его создавала, структурировала весь материал, настраивала необходимую анимацию. И основа у нас была готова. Вот так вот у меня спонтанно родился и неожиданно для меня родился этот курс. Но о нем я расскажу чуть позже. Итак, что же нас сегодня с вами ждет? Мы с вами рассмотрим программы и шаблоны, в которых мы можем создавать красивые презентации. Узнаем о возможностях PowerPoint, о которых знают лишь 10-15% пользователей. А также идеи, фишки и секреты, с помощью которых вы легко и просто сможете сделать свою презентацию уникальной. Давайте начнем. Сегодня мы говорим о PowerPoint. Это всеми любимые презентации, без которых сегодня не обходится практически ни одна профессия. Сейчас существует множество программ для создания ярких и необычных презентаций. Я же поделюсь только теми, которые бесплатны, просты и доступны каждому. И которые я использую в своей работе. Начнем с PowerPoint. PowerPoint это самая популярная программа для создания презентаций. Они знают все, поэтому в представлении она у нас не нуждается. Следующий сервис Google Slides. Альтернативный вариант браузерной версии, в которой мы можем работать и онлайн, и оффлайн. Интерфейс здесь достаточно простой. И функции в основном базовые. Но число новых инструментов постоянно увеличивается и работает на всех устройствах. Это также удобно для командной работы. И самое главное, этот сервис бесплатный и никаких дополнительных программ нам скачивать не нужно. Оффис с фейм от Microsoft. Необычный ресурс, как может показаться с первого взгляда. Здесь можно создавать презентации с интерактивными графиками, вставлять видео. От вас будет требоваться только контент. Все остальное программа сделает за вас. И отдельная фишка – это возможность в один клик кардинально изменить дизайн презентации, если вам не понравился по какой-то причине существующий. И последний сервис – это Canva. Canva подойдет, если вам нужна презентация. Модная, яркая, впечатляющая. Здесь доступны миллионная база стоковых фото, сотни шрифтов, иконок, фильтров для картинок. Работает данный сервис онлайн. Но также есть приложение для мобильного телефона. Программ сейчас очень много. И каждый выбирает то, что ему приятнее и удобнее. Но чтобы сделать нашу презентацию яркой, запоминающейся, и заставить ее работать на нас и наши цели, мы можем воспользоваться уже готовыми шаблонами. Или создать, конечно же, свой шаблон. Найти готовые разработанные дизайны нетрудно. Достаточно воспользоваться самой программой PowerPoint через меню «Создать», «Вкладка и тему». Либо мы можем скачать готовые шаблоны с сайта Canva. Для этого, найдя нужный нам шаблон, достаточно нажать в правом верхнем углу стрелочку и выбрать «Microsoft PowerPoint». Ну и, конечно же, самый простой способ – это найти шаблон презентации через любой поисковик. Если же у вас есть время, то я рекомендую не использовать шаблоны вообще. Лучше создавать свои. Преимущества к презентации знает каждый, а учитель тем более. Преименение презентации на уроках позволяет нам объединить текст, звук, видео, какие-то графические изображения. Ну и, конечно же, любимую детьми анимацию. Таким образом, это позволяет нам сделать урок более эффективным, а также повесить уровень использования наглядности на уроке и производительность самого урока. Сейчас я хотела бы сравнить несколько моментов, как делает большинство из нас презентации. Да, какие-то моменты достаточно трудоемкие и занимают долгое время. Я же вам покажу, как стоит делать это быстро и правильно, чтобы сэкономить наше время. Для этого мы с вами сейчас создадим новую презентацию, чтобы я вам все наглядно показала. Если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу работы, вы обязательно пишите их в комментариях, я на них ответю. Итак, начнем по порядку. Создаем новую презентацию. С нами обычный слайд, на котором ничего нет. И первое, что мы с вами должны рассмотреть, это дизайн. Мы с вами можем воспользоваться готовыми дизайнами, которые представлены у нас в конструкторе. Это обычные, типовые, банальные темы, которые используют все. Либо мы можем воспользоваться идеями для оформления и немного разнообразить формат подачи материала. Давайте попробуем и посмотрим, как это выглядит. Для этого я вставлю рисунок, обложку нашего учебника и текст. Например, модуль первый. Дальше переходим в конструктор. Нажимаем идеи для оформления. И программа подбирает для нас несколько вариантов оформления. Я выберу вот такой. Все, конструктор можно закрыть. Вот так вот мы создали уже необычный дизайн слайда. Не как стандартные темы, а что-то уже более оригинальное. В принципе, стандартные слайды уже у нас не интересны ни детям, ни взрослым. Поэтому нам нужно с вами креативить. Но креативить так, чтобы мы не тратили на это много времени. Поэтому давайте попробуем создать свой простой дизайн. В принципе, это не сложно. Давайте сначала сделаем нашу презентацию авторской. То есть, вот как художники у нас подписывают свои картины, так и мы должны с вами подписывать наши презентации, наши работы. Это может быть логотип, наша подпись, ссылка на социальные сети. То есть, все то, что показывает, что эта презентация наша. Для этого мы должны перейти. На вкладку «Вид». Образец слайдов. И, поднявшись на самый верх, на самом верхнем слайде, мы здесь ставим сейчас наш логотип. Ставка. Рисунок. Я выберу. Ранее подготовленный логотип. Логотип должен быть на прозрачном фоне. О том, как удалить фон на картинке, расскажу чуть позже. Ставим то, что есть. Логотип не должен быть крупным, поэтому я его размещаю в нижнем правом углу, чтобы он особо не привлекал внимания. Так. Также я хочу вставить фигуру в виде поля. Контур убираем. Вообще старайтесь не использовать контур, если он не несет какой-то смысловой нагрузки. Так. И заливку выберем цвет из моего логотипа. Такая. Так. И можно вставить небольшую закладочку, на которой будет написано название нашего учебника. Так. Это у меня будет стрелочка. Также контур убираю и заливаю. Другим цветом, из моего логотипа. Пустим розовый. Так. И здесь у меня будет название учебника. Spotlight 7. Вот такой вот минималистичный у меня шаблон получился. Сейчас мы образец слайдов можем уже закрыть. И когда мы будем создавать новый слайд, то у нас, вот видите, все элементы, которые мы только что разместили в образце слайдов, они уже на каждом макете присутствуют. Давайте создадим пустой слайд, чтобы вам было видно. для тех, кто не знает, где можно сделать свой логотип, где это можно скачать, это можно сделать на сайте вам. Здесь очень много шаблонов. Можете выбрать любой понравившийся и изменить его под свои нужды. Либо, если вы хотите сделать это в виде подписи, для этого можно перейти на сайт cooltext.com и здесь различные шрифты. Мне нравится вот такой. Здесь я могу сделать свою подпись, написать свое имя или фамилию, и скачать данный логотип тебе на компьютер и потом использовать в своих презентациях. Переходим к следующему моменту. Сейчас я вам покажу 5 способов, как можно вставить картинки в презентацию, не делая лишних манипуляций. Начнем с первого способа, самый простой, это вставить картинку с компьютера. Переходим в меню вставка, рисунок. Выбираем тот рисунок, который у нас заранее сохранен был на компьютере. Пустим мышку. Второй способ. Это скопировать с любого сайта картинку, которую мы нашли. Допустим, я в Яндекс.Картинке нашла изображение мышек. Нажимаю правой клавишей скопировать картинку. Переходим в нашу презентацию, нажимаем Ctrl-V и наша картинка вставляется. Здесь мне вторая мышка не нужна. Я могу в формате выбрать обрезать и удалить ненужную часть. Это был второй способ. Третий способ. Скрин. Скрин в презентациях PowerPoint сейчас сделать очень легко и просто. Например, если вы хотите использовать картинку из своего учебника, по которому вы работаете, вы должны его открыть. Дальше переходим в презентацию. Нажимаем вставка, снимок и вырезка экрана. Нажимаем. Наша презентация сворачивается, экран становится таким бледным. Появляется крестик. Мы выделяем часть, которую мы хотим скопировать. Отпускаем. И она у нас уже вставилась в нашу презентацию автоматически. То есть мы ничего дополнительного не делаем. Четвертый способ. Это вставить непосредственно из интернета. В программе PowerPoint есть такая возможность. Вставка изображения из интернета. То есть вам не нужно выходить в принципе из программы, открывать любой браузер, искать. Вы можете это сделать непосредственно в своей программе. Нажимаем. У нас открывается строка поисков, в которой мы можем с вами набрать то, что мы хотим найти. Поскольку у нас первый модуль посвящен истории о деревенской мыше и городской мыше, я поэтому в строке поиска наберу Country Mouse. И здесь просматриваем, можем выбрать то, что нам необходимо. Я выберу вторую картинку. Вставляем. Все, она также автоматически вставляется в нашу презентацию. Немножечко ждем. Все готово. И пятый способ, как мы можем вставить картинку в презентацию, это использовать расширение в браузере Google Chrome. Расширение называется Lightshot. С помощью него вы можете абсолютно на любом сайте найти то, что вы хотели бы использовать в своей презентации. Например, выбираем какую-нибудь картинку, нажимаем значок расширения. У нас также экран снова становится таким бледным. Так, и мы выбираем область, которую мы хотели бы скопировать. Выделили необходимую область. Мы можем данную область либо сохранить на компьютер, либо непосредственно сразу же скопировать, что мы и делаем. И вставляем в нашу презентацию. Также Ctrl V или правой клавишей вставить презентацию. Еще раз повторюсь. Мы можем вставить картинки непосредственно с компьютера, скопировать с какого-то сайта, нажав правой клавишей мыши, скопировать и вставить в презентацию. В самой программе есть функция скрина. Мы можем соскринить абсолютно любое изображение, не только из учебника, но вообще из любой программы, какая есть у вас на компьютере. Четвертый способ – это вставить из интернета. Это тоже непосредственно через вкладку «Вставка». И используя любое расширение, в принципе, не обязательно. Это должно быть Lightshot, но мне больше он нравится, поэтому я его использую. Способа вставки изображений. Так, я сейчас лишнее уберу. Идем дальше. Куда у нас с вами фон слайда белый? И фон картинки белый. В принципе, смотрится все очень гармонично. Но если у нас формат фона будет совершенно другой, давайте зальем его в фон. Такой вот. То вид презентации у нас совершенно меняется. Она становится уже невзрачной, такой скромной и некрасивой. Что мы можем сделать? В тех случаях, когда у нас фон слайда и фон картинки отличаются, чтобы удалить фон с картинки, мы можем выполнить следующие манипуляции. Тоже есть четыре способа удалить фон с картинки. Первый, самый простой, это, конечно же, мы можем просто найти картинку с прозрачным фоном через любой поисковик в формате PNG. Но не все картинки, которые нам необходимы, бывают на прозрачном фоне. Поэтому второй способ. Мы выделяем картинку, идем в формат, и у нас появляется такая вот вкладочка удалить фон. То есть в программе PowerPoint уже есть функция удаления фона. Нажимаем удалить фон. Все, она автоматически уже просчитала, что нужно удалить, что оставить. Но бывают вот небольшие вот такие косячки, которые мы можем подкорректировать. Нажимаем карандашик с плюсиком. Аккуратненько, вот у нас носик немножко удалился, мы его подправим. Ножки. И хвостик. Сейчас мы его подкорректируем. Все. Нажимаем галочку. Наша мышка уже на прозрачном фоне. Второй способ. Мы можем воспользоваться функцией установить прозрачный цвет. Также выделяем нашу картинку, переходим в формат. Вот здесь во вкладочке цвет у нас есть строка установить прозрачный цвет. Нажимаем. Является вот такой вот карандашик с уголочком. Нажимаем по фону картинки и он удаляется. Естественно, этот способ для таких вот картинок из книг не очень удачный. У него есть вот такие вот заломы. Но все же, если у вас картинка хорошего качества, то данный способ будет уместен. Четвертый способ, как удалить фон с картинки. Это воспользоваться сайтом remove.bg. Данный сайт предлагает нам загрузить любую фотографию, любой рисунок и уже автоматически удалить фон с данной картинки. Давайте попробуем Открыть фон. Фотография загружается. И фон автоматически убирается. Уже здесь у нас бывают небольшие такие недочеты, которые мы можем исправить. Нажав Edit и с использованием кисточки либо ластика мы с вами можем это также подкорректировать и затем скачать данную картинку. Удалить фон с картинки бывает очень полезно, когда у нас в наложении фон прикрывает что-то и это нам мешает. Поэтому мы можем воспользоваться этой функцией и удалить фон любым способом, который вам более удобен и доступен. Довольно часто мне приходится копировать какие-то слайды из других презентаций. Как мы обычно это делаем? Мы открываем нужную нам презентацию, копируем оттуда необходимые слайды, идем в текущую презентацию и вставляем. Я покажу, как это сделать другим путем. Заходим в вставку, создать слайд и выбираем повторное использование слайдов. Справа у нас открывается вот окно. Через кнопочку обзор мы можем найти презентацию, которая нам необходима. открываем и она у нас открывается вот как раз в этом окне справа. Мы щелкаем на те слайды, которые мы хотим повторно использовать. Например, второй слайд вставился в нашу презентацию. Те элементы, которые мне не нужны в данный момент, я просто удаляю. И все остальное размещаю на слайде, как мне необходимо. Все, это можно закрыть. Вот так мы вставили готовый слайд из другой презентации и он у нас уже получился с нашим дизайном текущей презентации. Если мне потребуется сделать несколько слайдов с такой же структурой, я просто его дублирую. С правой клавишей по слайду дублирует слайд. И вношу необходимые изменения. Допустим, здесь у меня уже будет не модуль первый, а, например, урок первый. И так далее. Потом будет урок второй, третий, четвертый. То же самое с картинками. Мы можем изменить их следующим образом. Выделив картинку, нажав правой клавишей, изменить изображение из файла. И вставить уже то изображение, которое мы хотели бы. Все, оно вставляется вместо него. То же самое делаем с другими. Изменить изображение из файла. Все. У нас получается так, так, что формат и структура самого слайда у нас не меняется. У нас все остается в едином стиле. Текст на том же самом месте, шрифт тот же. Это у нас гармоничное такое сочетание. Большинство у нас людей делают по-другому. Они создают пустой слайд, копируют элементы с одного слайда, вставляют их на другой, либо все это делают вручную с нуля. То есть, тратят очень-очень много времени. Так, вот так вот у нас получилось. Следующий момент, который я хочу отметить и поделиться с вами, как раз так же связан с дублированием слайдов. Смотрите, что я делаю. Я дублирую слайд. Давайте его сюда. У нас есть две мышки. Первую мы чуть уменьшим. Она у нас где-то там вдалеке едет в гости городской мыши. Давайте ставим дорожку. Сематичную дорожку я запрошу. Такая дорожка у нас получилась. Делаем ее серенькой. Приместим на задний план за мыши. И когда мы подублируем этот же самый слайд, дублировать, на этом дублированном слайде мы можем сделать вот что. Маленькую мышку мы перемещаем к второй мышке, увеличиваем. То есть, да, она у нас пришла к нему в гости. Увеличиваем. Эта мышка у нас тоже поближе пришла. Приветствую друга. И мы сейчас в переходах нажимаем «Трансформация». И когда мы включаем пока слайдов, у нас получается, что древенская мышка в дорожке к городской мыши. Если мы продублируем еще раз, мы можем, допустим, вот эту отразить слева направо и вместить за край листа. То есть все, они уходят. И это за ней уходит. Снова включаем в переходах трансформацию. И у нас получится уже следующим образом. Вся картинка пришла, поприветствовали друг друга и ушли. Это очень полезная функция трансформации. С помощью нее можно делать различные мультимедийные видеоролики, создавать самим детям в качестве проектов, либо вам использовать на своих уроках. и очень необычно. Большинство коллег используют у нас в основном простую анимацию, которая иногда очень напрягает. Но мы должны помнить, что любая анимация должна быть длинноправленной. То есть просто так анимацию ради анимации делать не надо. Только в тех случаях, где она действительно необходима. Следующий момент. Сохранение презентации в других форматах. Вот мы создали презентацию. И бывает такое, что нам нужно распечатать какой-то слайд один, на котором, допустим, у нас изображение, какая-то схема, правила или задание, чтобы вклеить детям в тетрадь. А лучшее решение это сохранить этот слайд в формате GP и распечатать его потом так, как надо. То есть, смотрите, если мы сейчас просто сделаем печать слайда, у нас вот такие большие поля. Мы не можем вот этот слайд разместить, допустим, 5 таких слайдов на листе. Но вернее мы можем, только у нас будут размещены все слайды. Вот, например, вот так. Все равно есть такие вот огромные поля. Что мы для этого сделаем? Мы сейчас перейдем в файл «Сохранить как» и выберем вот здесь вот в формате рисунок, в формате GP. Нажимаем «Сохранить» и «Сохранить только этот слайд». То есть сейчас он у нас сохранился один. Вот наш слайд в формате JPEG, который мы сохранили. И сейчас, если мы нажмем правой клавишей и нажмем «Печать», мы уже этот слайд можем распечатать в том количестве, в котором нам необходимо. Например, нам нужно 2 слайда. Давайте количество изображений сделаем. 8. Вот у нас 2 слайда на картинке. Одни и те же. Допустим, 4 нам надо. Нажали 4. Все. Распечатали на формате А4. 4 слайда. Либо еще больше. То есть сколько нам нужно. и такого размера, который нам необходим. Это очень удобно. Бывает, нам нужно выступать где-то в другом месте, где нет рукой нашего компьютера. Должны с точностью быть уверены, что шрифт у нас не изменится, картинка у нас не съедет из разных версий программы. Мы можем для подстраховки сохранить нашу презентацию в формате PDF. Снова идем в файл. Сохранить как. И выбираем уже формат PDF. Сохранить. Презентация сохраняется. Мы можем посмотреть. Вот наши слайды. Все, которые мы создали, они сохранены. Теперь у нас точно ничего не произойдет. И презентация откроется. Нам необходимо. Также сохранение презентации в формате PDF будет полезно в том случае, когда вам нужно распечатать презентацию на весь лист А4, а не с огромными полями, как в PowerPoint. То есть просто я в основном сохраняю презентации с целью, чтобы потом их распечатать. То есть если я создаю какие-то задания в презентации PowerPoint, это сделать достаточно легко и просто. И потом просто через формат PDF я их уже распечатываю. И получается на весь лист. Для тех, кто создает свои видеоуроки, есть такая функция записи и экспорт видео. Эта функция очень полезная. Все свои видео с записью экрана я делаю только в PowerPoint. А также уроки для курсов я создаю с помощью вкладки «Запись». Давайте покажу, как это работает. Начнем с записи экрана. Вставка, мультимедиа, запись экрана. Теперь мы должны выбрать область, которую мы с вами будем записывать. Я, как правило, записываю весь экран. Поэтому я выбираю данный экран. Звук пока выключен. И снова открываю нашу презентацию. Допустим, я хочу записать, вот как выглядит моя анимация. Перехожу на первый слайд. Нажимаю кнопочку «Запись». У нас идет обратный отсчет. Нажимаю «Показ слайдов». Показываю, как работает моя презентация. Замечательно. Так, все, нажимаю «Стоп». Вот та часть, которую я сейчас записала, она у нас вставляется на наш слайд, на котором мы делали запись экрана. Мы можем немного подкорректировать. Нажимаем «Монтаж видео». Это вот начало, где у нас не показ слайдов. Так, и в конце тоже у нас, чтобы убрать вот эту вот панель верхнюю. «Монтаж видео». Ок. Все, мы можем изменить, уменьшить. Можем изменить формат, обрезать, как нам необходимо. Например, можно убрать вот эту вот панель. Такое видео в презентации у нас получилось. Сделали запись экрана. А также мы можем сделать запись целого урока, видеоурока. Переходим в запись. Нажимаем «Записать слайд-шоу». У нас открывается наша презентация. Здесь мы можем использовать видео. Можем его не использовать. Секундочку. Также можем включить или выключить микрофон. Но поскольку это у нас видеоурок, в любом случае нам нужно либо микрофон, либо камеру иметь. То есть мы здесь сделаем озвучку нашего фильма. Можем что-то нарисовать. Маркером выделить. И все это у нас сохраняется в видеоформате. То есть когда мы потом нажмем «Записать и остановить запись», вот этот видеофрагмент у нас сохранится. Сейчас я записывать ничего не буду. И уже когда мы запишем наше аудио-видео сопровождение, на вкладочке «Запись» мы можем нажать кнопочку «Экспорт видео». И наша презентация сохранится в видеоформате и будет открываться уже в обычном видеопроигрывателе. Так создаются видеоуроки в презентации PowerPoint. Ну и последнее, но очень важная функция – это то, что нам, учителям, действительно пригодится. У нас у всех есть очень много презентаций, в которых нам легко заблудить. С трудом мы можем найти нужную нам презентацию. Потому что их действительно очень много. Даже несмотря на то, что если мы все распределим по папкам, по классам, все равно из большого многообразия нам бывает очень трудно найти то, что нам необходимо. Поэтому я рекомендую сделать лучше одну презентацию на целый раздел или модуль учебника, но с интерактивным оглавлением. Я вам сейчас покажу, как благодаря интерактивному оглавлению мы можем создать такой мини-учебник в виде презентации. Давайте создадим пустой слайд. Переходим во вставку. Ссылка. Оглавление. Ссылка на слайд. Допустим, выберу второй слайд, пятый. Вставить. У нас такие миниатюры слайдов получились. Я добавлю текст. Это у нас будет, например, урок первый. А это у нас урок второй. Когда мы нажимаем на миниатюру нашего слайда, у нас во вкладочке формат есть такой слева значок, который мы должны отметить. Вернуться к оглавлению. И то же самое проделаем с остальным. Вернуться к оглавлению. То есть это позволит нам при просмотре данного слайда вернуться обратно вот на этот титульный слайд. Смотрите, что у нас получилось. Так, главная страница с нашим оглавлением. Здесь, естественно, может быть очень много уроков. Сколько у вас входит? Я пока сделала два. Допустим, сегодня у нас первый урок. Нажимаем. Идет увеличение. Посматриваем первый урок. Возвращаемся обратно. На втором уроке. Посмотрели, что у нас на втором уроке. Но, конечно же, вы можете сказать, что у нас урок не состоит из одного слайда презентации. Как правило, у нас там бывает их несколько. Поэтому мы можем сделать следующее. Здесь я удалю. Мы можем создать разделы. Между слайдами, правой клавишей нажав «Добавить раздел». Извините, это будет, допустим, первый урок. Именовали. Вот все эти слайды у нас относятся к первому уроку. Остальные слайды «Добавить раздел» будут относиться у нас ко второму уроку. И сейчас, когда мы создаем уже оглавление для целых уроков, вставка ссылки, оглавление, мы выбираем ссылку на раздел. То есть у нас будет ссылка на целый раздел. Вот у нас первый наш раздел и второй раздел. Вставить. Так, давайте смотрим. Сейчас получается на первом уроке мы пока не просмотрим все, что входит в первый урок. Мы не вернемся с вами на титульный слайд. Все, видео просмотрели. Урок закончен. На следующий день у нас второй урок. Выбираем вторую картинку в оглавлении. То же самое делаем до тех пор. А пока у нас... Так, что-то у меня тут... Их вот не сработало. И у нас идут все слайды, которые входят в второй урок. Вот такое вот у нас интерактивное оглавление получилось. Мини-учебник. Это очень полезная вещь именно для учителя, которая позволяет нам вот в течение урока не листать все слайды подряд друг за дружкой. Вот именно возвращаться к тем моментам, которые необходимы. И сделать акцент как бы тематически. Это может быть там модульно. Упражнением разбить слайды в презентации, чтобы к ним легко можно было вернуться во время урока и не тратить на поиск нужного слайда на уроке. Вот это все, что я вам хотела сказать про возможности PowerPoint, те функции, те как бы шпаргалки, фишки, секреты, можно назвать это как угодно. То, что нам действительно позволяет экономить время. Для учителя время это выше всего. Второй на простую презентацию мы очень тратим много времени. И чтобы сэкономить это время, мы должны использовать приемы, которые помогают нам очень быстро вставлять картинки, удалять фон на картинках, компоновать, размещать, дублировать. Все это делается очень быстро. Главное, чтобы вы старались к этому, шли к этому и использовали в своей практике. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас было новым, что вас заинтересовало больше всего и вы хотели бы это попробовать на практике. Еще раз напомню, что мы с вами разобрали, как персонализировать наши слайды, как изменять дизайн слайдов, чтобы сделать его более красивым, уникальным. Поговорили о вставке картинок, вырезке экрана, о том, как можно копировать слайды из других презентаций, дублировать слайды для создания перехода, трансформации. Также я показала вам, как удалить фон, как сохранить презентацию в других форматах, чтобы удобно было работать и на других компьютерах, или просто распечатать слайды без проблем. Даже в формате видеозаписи, когда мы создаем видеоролики и уроки. Поэтому я очень надеюсь, что хоть какой-то момент будет вам полезен. Жду от вас в комментариях обратную связь, что вам понравилось, какие вопросы возникли и что было бы еще интересно узнать. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Пока вопросов не вижу. Лизан спрашивает. Название сайта для вставки картинок. Опустила похож на скриншот. Лайтшот. Если вы имеете в виду расширение для браузера, то лайтшот. Оглавление – это действительно очень нужная функция, но, к сожалению, в ранних версиях она отсутствует. Я работаю в версии Office 365, но, насколько я знаю, в версии 2019 года эта функция также есть. Расскажите про курс. Мультимедийные презентации обогащают наш процесс обучения и делают его более эффективным, помогают вовлекать в процесс восприятия учебной информации большинство чувств обучаемого. И сегодня мультимедиа презентации – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса, и мы должны идти в ногу со временем. К сожалению, не все знают об огромном функционале и потенциале нашей любимой программы Powerpoint, поэтому я решила делиться с вами различными фишками и секретами, которые будут полезны нам, учителям. И уже сейчас на моем YouTube-канале доступны, по-моему, 8 лайфхаков, если я не ошибаюсь, и останавливаться я не собираюсь. В скором времени появятся новые видео на эту тему, и надеюсь, что они будут полезны в вашей работе. Напишите в комментариях, кому такие видеоролики интересны, кто их смотрит, и смотрите ли их вообще. Видеоролики, которые я снимаю, действительно ли они нужны вам и помогают в работе. Запись будет сегодня, повторение вебинара будет в 19.00 по Москве на YouTube-канале. Я ссылку оставлю в группе, поэтому можете посмотреть. Те, кто подписан в рассылке в группе, им запись придет в сообщениях, точно так же, как вы получили приглашение на данный вебинар. В 2010-й версии, да, не все вкладки есть, поэтому есть повод обновиться, Светлана. Я пропустила начало, там делали универсальный слайд. Вы переходите во вкладку вид, Екатерина, образец слайдов, и там вы можете разместить на слайде все, что вам нужно. Это у вас будет автоматически на всех других слайдах, которые вы будете вставлять в презентацию. Алексей пишет, что смотрим мои видеоролики. Спасибо. Я очень надеюсь, что они вам полезны. Светлана, еще раз пересмотрите, запись будет. Я очень рада, что вы смотрите мои видеоролики по работе в программе PowerPoint. Напишите, кто хотел бы создавать свои интерактивные презентации в PowerPoint, и в совершенстве владеть этой программой. Поставьте плюсики в комментариях. Вы можете этому научиться самостоятельно. Сейчас на YouTube очень-очень много видео, посвященных работе в PowerPoint, как наших российских коллег, так и зарубежных. Поэтому те, кто любит работать самостоятельно и познавать все сами с нуля, вы можете просто учиться на этих видеороликах. Либо вы можете это сделать под моим руководством. Я приглашаю вас на обновленный, очень обновленный и очень дополненный курс PowerPoint для учителя 2.0, где мы научимся с вами не только создавать мультимедийный учебник, как это было на первом и втором потоке, но и наполним его креативными интересными заданиями, которые несомненно понравятся вашим ученикам. На курсе у нас с вами будут рассмотрены основные функции программы, которые нам необходимы для создания интерактивного учебника. Часть этих функций я сегодня попыталась показать на данном эфире. Более 10 уроков настройки анимации, благодаря которой ваша презентация станет живой. Это различные игровые моменты, различные задания по нашим учебникам, которые мы можем хоть как-то разнообразить, чтобы заинтересовать наших детей. Все, что угодно. В принципе, если вы владеете функцией анимации в PowerPoint, вы сможете все, потому что благодаря анимации мы можем делать такое, о чем мы даже представить не могли, что такое возможно в PowerPoint. Ну и, конечно же, будет несколько еще дополнительных уроков, сколько я сейчас не могу сказать, потому что большинство из них еще в процессе, в записи есть, что-то я дополняю, то есть уроков будет очень-очень много и они будут дополняться. Ну и, конечно же, основной акцент я делаю на шаблонах. Почему именно на шаблонах? Дело в том, что если вы создадите себе шаблон чего-либо, какого-то задания, какой-то игры, либо просто даже шаблон презентации, у вас в последующем не будет отнимать очень много времени создание презентации и подготовка к урокам, у вас также будет минимизировать ваше свободное время. То есть шаблоны это наше все. Я вот очень люблю шаблоны, у меня очень много шаблонов, как для конспектов уроков. Также у меня шаблоны к различным играм, то есть я помешана на шаблонах, потому что я знаю, что благодаря шаблонам я могу сэкономить кучу времени. И вот как раз на курсе основной акцент я буду делать все же на шаблоны, чтобы у вас была уже основа, с чем вы можете потом просто буквально сесть за 5-15 минут наполнить содержимым, и ваша работа готова. Смело можно действовать. на курсе с этого потока я ввожу два пакета, поскольку на первом и втором потоке было так, что были активные учащиеся, которые задавали вопросы, переспрашивали, просили помощи о чем-то, мы сообщали с ними, это все делали. Но есть люди и их большинство тоже бывает у нас, кто любит это делать все самостоятельно. Вот я сама такая, если на какой-то курс запишусь, я все привыкла делать сама, то есть я не задаю вопросов, если что-то возникает, гуглю и так далее. Есть такие люди самостоятельные, поэтому будет два пакета. Первый это с обратной связью, где будут и ответы на вопросы, и проверка домашних заданий, поддержка во время обучения и после курса, и пакет без обратной связи для тех, кто любит все делать сам. Основной анонс курса будет только в понедельник. То есть как бы курса официально пока еще нет. Анонс будет в понедельник. Но вы, участник вебинара, можете записаться на него по старой цене 790 рублей. Это самая низкая цена в интернете, наверное, поскольку я знаю, что мы учителя, и что значит купить какой-то курс. Поэтому цена 790 рублей. Это выгодно сделать сейчас, так как стоимость участия будет немного выше после анонса. И кроме всего вы получите доступ ко всем урокам без ограничения по времени. То есть курс будет открыт для вас постоянно, всегда. То есть вы можете возвращаться и посматривать видео уроки столько, сколько вам необходимо. и также в этот раз все участники курса получат шаблон популярной игры «Добль», с помощью которой вы сможете создавать свои карточки на любую тему. Количество мест как всегда ограничено, так как все работы я проверяю одна, у меня нет помощников, соответственно, я могу взять и так много желающих. для всех остальных, кто не желает продолжать обучение на курсе, также есть подарки, это набор шаблонов, для этого вам необходимо написать набор шаблонов презентаций, для презентаций дизайнерских. Для этого в сообщении группы просто напишите кодовое слово «шаблон» и вечером я каждому из вас отправлю архив с подборкой презентаций. И также скидка 30% на игру «Добль». Те, кто любят эту игру и используют на своих уроках, пожалуйста. На этом у меня все. Все, что я хотела сказать, показать, рассказать, я сделала. Я была очень рада встрече с вами. очередной раз была рада видеть большинство знакомых лиц. Спасибо, что пришли и дослушали до конца. Всем удачи. Еще раз вам большое спасибо. Если нет вопросов, то мы с вами уже увидимся в обычном формате в постах нашей группы. ? Спасибо.